Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Третий том. Вопрос 1109. Верующий человек должен защищать и помогать тому, кто попал в беду, кому грожает опасность и тому подобное. Но как быть в таком случае, если и ему самому грозит опасность? Грех ли в таком случае не предпринимать ничего с целью сохранения своей безопасности, своей жизни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие Туанна, 15 глава, 13 стих. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Когда грозит опасность, когда грозил опасность Аврааму быть убитым за красавицу Сару, он решил пожертвовать ею, и она оказалась в руках фараона. Далеко не самоотверженный поступок верного супруга. Но Иоанн Златоуста поясняет, что у Авраама было только два варианта. И в обеих случаях Сара была бы у него отнята. Но в одном случае при его смерти, а в другом он оставался жить. Во всем полагаясь на Бога, и, как видим, не был посрамлен. В каждом конкретном случае нужно смотреть, будет ли помощь от твоей жертвы. Или как с трактором Мерзликина. Из-за старой трухлявой железяки жена Анатолия осталась вдовой. Еще не родившийся ребенок сиротой. Если ты не умеешь плавать совершенно, а кто-то тонет на середине реки, и ты, сломя голову, бросишься, то будет два трупа вместо одного. Пока такая ситуация еще не случилась, нужно молиться, чтобы Бог помог сориентироваться, как поступить. Есть детская сказка про двух товарищей, за которыми погнался медведь. Один сумел скарабкаться на дерево, а другой не спопошился и решил притвориться мертвым. Упал ничком. Медведь подошел, обнюхал его голову, посмотрел на древолаза и пошел в свою малину. Когда они немного очухались и продолжили путь, проворный товарищ решил посмеяться на отставшемся внизу. «Скажи, что тебе медведь?» — шептал на ухо. А товарищ его ответил. Медведь вздохнул и сказал, что нехорошо бросать в беде товарища. На этой сказке учат детей мужеству, смелости, но данная сказка здесь не подходит, не срабатывает. Против медведя двое безоружных погибли бы оба.